Конечно же, хотелось бы начать в первую очередь с хороших новостей, а именно о том, что село Старомайорское, это Волноватский район Донецкой области, вернулось под контроль Украины. Владимир Зеленский об этом сообщил, и только что мы нашим зрителям показывали видео наших войск оттуда. Вот как вы видите, чем важен именно этот населенный пункт в продвижении наших войск, ну и собственно в контрнаступлении? Ну, Старомайорское, это как раз, ну есть два направления наших атак на юге. Это на Бердянск, ну Токмак, Бердянск, это там, где мы атакуем Работины, там Новопрокопевка, ну, простите, это наступление на Токмак, на Мелитополь, ну в конце концов на Кирилловку, на выход на Азовское море, это одно направление. Ну, вот это, в принципе, они недалеко территориально друг от друга, ну и следующее направление, это Старомайорское, это направление на Бердянске и на Мелитополь, на Мариуполь. Наша задача для этого наступления на юге, это выйти на побережье Азовского моря, чтобы перекрыть возможности для россиян, поставлять все, что необходимо в Крым, ну и в те, тем войскам, которые находятся возле Крыма. Если нам не удастся за неделю, три недели, как прогнозируют исследования войны, наши американские, британские союзники, то как минимум нам мы должны выйти на рубежик, чтобы можно было держать все эти дороги по суше вдоль Азовского моря под нашим огневым контролем. Ну, такая стоит задача, на сегодняшний день идет активное наступательное действие по этим направлениям, используется тяжелая техника, используются танки, там, до 100 единиц, как передают официальные источники, используются Брэдли, бронированные машины, используются Леопарды, ну, это украинские танки уже, которые нам поставляет Германия. Поэтому есть, вроде, по, опять же, очень осторожным, но официальным сообщениям, первая линия обороны, так называемая линия Суровикина, она уже прорвана, и мы продвигаемся дальше. Есть все предпосылки для того, что мы выйдем на вторую линию, тоже она будет прорвана, там, ну, панические настроения у российских военнослужащих, и тогда, ну, цель будет достигнута этого наступления, как одна из целей, как минимум, это выход на погрежье Азовского моря. Алексей, вот смотрите, вот сами вы начали рассказывать о, ну, таком новом витке контрнаступательных действий со стороны Украины, потому что, ну, все мы, скорее всего, видели, если кто там, да, за вчерашний день пропустил эту информацию, то вот смотрите, есть и ранее ряд зарубежных изданий, говорили о том, что есть какие-то там у западных аналитиков и не только представителей вопросы, а как же происходит эти контрнаступательные действия со стороны Украины, они задавались вопросом, а насколько они эффективны, да, не пребывая на передовой, где-то там на уровне генштаба, не анализируя ситуацию полностью, практически те же издания буквально накануне сообщают о том, что, ой, вы смотрите, на южном направлении, о чем и вы сказали, Алексей, Токмак, да, грубо говоря, тогда еще выход Мелитополь, потом Мариуполь, Азовское море и так далее, чтобы перекрыть, как мы понимаем, эти сухопутные логистические цепи для армии Российской Федерации, соответственно. Ну, цель понятная, она как бы не нова, ну, по большому счету, но тут они, ссылаясь на данные американских аналитиков и каких-то своих источников и среди украинского политикам и сообщают о том, что вот, оказывается, как на самом деле происходит вот эта история. Как вы это объясните, Алексей? Вот, вот знаете, вот такая риторика практически на 180 градусов, тут вопросы, а тут все говорят, ой, а ты смотри, как все на самом деле. Ну, это говорит о не очень высоком профессиональном уровне тех людей, которые до того давали информацию про медленное или там быстрое наше наступление. Они не анализировали ситуацию на поле боя, что делают наши вооруженные силы, что такое выматывать врага, что такое разрушать его склады логистически. Ну, все, что мы делали как подготовительные операции, подготовительная часть этой наступательной операции, теперь уже, в принципе, можно наступать, и так, чтобы это было видно уже по Дипстейт, по карте боевых действий. То есть эти люди сидели, смотрели где-то там очень далеко от линии фронта, не анализируя вообще сообщения нашего генерального штаба, ну, так, как-то где-то прочитали и забыли, и смотрели на карту, что-то медленно продвигается. Теперь, когда мы сделали все необходимые действия по, ну, обескровливанию врага, по уничтожению всего, что там, складов, с боеприпасами, с горючосмазочными, с контрбатарейной оборотьбой, ну, и так далее. И уже можно посмотреть на карту, снова сидящий за тысячи километров от линии фронта, и, ой, смотрите, как интересно, оказывается, вооруженные силы Украины продвигаются. Так и до этого были тяжелые бои, и до этого мы занимались разминированием, до этого, ну, ничего не поменялось. Это просто тактика, когда упираешься в стену железобетонную, которую построили россияне, когда упираешься в минные поля, естественно, ты выбираешь тактику разминирования, тактику уничтожения артиллерии, ну, и так далее. То есть, все то, что мы делали. И оказывается, те люди, которые говорили, что это что-то не так, и, может быть, не все так хорошо, они были неправы. И вот теперь им должно быть, но, как минимум, этим журналистам стыдно. И вот в следующих их комментариях хотелось бы им посоветовать, чтобы они все-таки больше работали с литературой, ну, как говорят, с матчастью, а не из своей головы, что-то, глядящие только на карту, сидящие за чашкой кофе, делали какие-то, простите, идиотские выводы. Тут, Алексей, в дополнение, это даже не просто журналист, это там The New York Times, например, или даже Институт изучения войны в своей аналитических статьях об этом пишет, о запорожском направлении. Да даже Путин вспоминал о запорожском направлении, да, на этом же саммите Африка-Россия, который проходит сейчас в Санкт-Петербурге. Но что еще важно, Ллойд Остин, глава Пентагона, об этом заговорил, о запорожском направлении. Так вот, насколько, как вы считаете, это мешает, вот эта информационная, скажем так, волна нашим войскам продвижения, или это, в принципе, не сюрприз, не новость, и на самом деле нащупали ли, как вот говорится в том же New York Times, эти слабые места в обороне россиян на Юго-Востоке? Ну, мы это постоянно делали, это называется разведка боем, но это, любая армия, она смотрит, где наиболее слабые места в обороне, а такое там, где не наиболее сильные, а наиболее слабые места. Я не хочу ничего плохого сказать про New York Times, про Шатонпост, про другие издания, это уважаемые издания, но там работают уже живые люди, и журналисты, у них просто вот было такое свое какое-то особое мнение, и оно оказалось, ну, не совсем, хотя, может быть, вы знаете, может быть, мы зря их обвиняем, может быть, это была тоже такая своего рода информационная составляющая для того, чтобы, ну, немножко бдительность, притупить бдительность наших врагов россиян, что, мол, у нас ничего не получается, чтобы они как бы расслабились. Но если это так, то тогда я искренне извиняюсь, что сказал, что они не очень хорошо работают с матчасти, они изучают техническую составляющую того, про что говорят, может быть, это было именно хорошо спланированные информационные акты. По поводу россиян, ну, они точно, те, которые находятся непосредственно на линии фронта, они прекрасно видят силы и средства, которые мы готовы применить, и знают, что у них происходит в их войсках, поэтому им какие-то пропагандистские рассказы, им неинтересно, они знают ситуацию, как она выглядит на самом деле, и они уже не скрывают, что там надо усиливать южное направление, ну, например, по тому же самому Мариуполю. Если раньше техника, которая перебрасывалась в Бердянск, в Мелитополь, в те места, где мы атакуем, как-то, ну, по ночам, чтобы не видели местные жители, то теперь они уже в открытую, есть несколько видео, где эта техника едет, ну, прямо по центральным улицам Мариуполя, и двигается в сторону вот как раз Мелитополя, в сторону Бердянска, для того, чтобы усилить там группировку россиян, потому что они, ну, военные российские, которые действительно военные, они называются военным, и они прекрасно понимают, что вряд ли они смогут удержать наше наступление, и поэтому надо как минимум усиливаться техникой и людьми, ну, это хорошо, если они это понимают, и, значит, ситуация будет развиваться позитивно для наших вооруженных сил, ну, в это хочется верить. Субтитры создавал DimaTorzok